Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Даваска и сейчас будет последняя серия оценки подписчиков, а потом уже будет два полуфинала и финал. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, погнали! А теперь пару минут времени расскажу вам про шикарную акцию, а чтобы принять в ней участие по стандарту, переходим по ссылочке в описании, либо же в закрепленном комментарии. Чем они нас порадуют на сегодня? Кэшбэк до 100% с 26 мая по 5 июня. Получите одну попытку в розыгрыше за каждую суммарную покупку на 222 рубля. Возможность выиграть купо на 222 рубля, стоимость 100 алмазов. Как это работает? К примеру, вы покупаете 500 алмазов, это 360 рублей, если я не ошибаюсь. И вам дают возможность открыть один раз вот эти две карточки. То есть вы открываете либо левую, либо правую и вам дают какой-то бонус. Самый шикарный это 100 алмазов на халяву. К примеру, вы купите на 1000 рублей, это у вас будет 5 попыток открыть вот эти карточки. Соответственно, вы сможете бесплатно забрать до 500 алмазов. Офигенно, офигенно. И также я в комментариях встречал довольно-таки часто задаваемый вопрос. У меня аккаунт привязан к гуглу, я не могу участвовать. Для вас есть просто сногсшибательное решение. Листаем чуть-чуть вниз и нажимаем на «Как переключить аккаунт». Сюда мы тыкаем, нас перекидывает на форму. И тут просто подробнейшая инструкция, как перепривязать аккаунт с гугл плей и на апгеллеры. Вы все это делаете и все, ваш аккаунт в апгеллере. Вы можете спокойно принимать участие во всех аксах. Итак, первый на сегодня участник. Давайте посмотрим, в чем играет он. Да, я чуть-чуть задержал выпуск, он должен был выйти во вторник. Но честно сказать, я прям забыл. Поэтому извиняюсь, но выпускаю его-то сейчас. Сразу же хорошенький сетик. Да, к этому торсу подойдет очень мало штанов. А так, ну посмотрите. Не дефолтный, замечательный сет. Ну, это прямо сет, мне кажется, уровня финала. Мне все нравится. В полуфинал он проходит смело 10 из 10. Следующий подписчик с ником Swai.tt. Может быть, как-то по-другому читается. Вот такой вот сетик. Ну, согласитесь, даже видя предыдущий сет. Такой красивый, черно-фиолетовый. Ну, интересный. Ну, не так, что бы вау. 9 из 10. Следующий подписчик. Вот такой вот. Давайте посмотрим, в чем играет он. Ага, женский сетик белый. Ну, водолазка. Ну, интересно, да. Но все-таки, может быть, есть различные другие белые торсы, которые смотрятся лучше. Водолазка это же дефолт. Хотя, смотрится неплохо. Но все-таки я бы поменял торс на какой-нибудь другой. 9 из 10. Следующий сетик. Следующий участник. Вот. Водолазка-то под души. Видимо, он готовился. Но, опять же, помните, вот тот шикарный сет первый, который черно-фиолетовый, да? Ну, я не спорю. Он хороший. Но, мне кажется, для полуфинала он как-то простоват, что ли. И торсы тоже довольно-таки популярные. И штаны тоже есть белые, которые получше смотрятся в общем и целом неплохо. Но 9 из 10. Дальше смотрим. Вот такой вот участник. Давайте посмотрим, в чем играет он. Ага. Ну, тут, во-первых, джазовые штаны, которые считаются дефолтными. Плюс вот этот капюшон и кроссы. Это один и тот же набор. 4 из 10. Дальше у нас идет игрок с ником Stitch. Даже не игрок, а участник рубрики, которого выбрал рандом. Ну, дефолтные штаны. А так, в принципе, неплохо. Плюс стоковая куртка. Ну, давайте 7 из 10. Дальше, Ярик Ларек. Офигенный ник, мне нравится. Такое. Ага, вот такой вот сет. Ну, во-первых, к этому торсу я знаю, что они, которые смотрятся лучше. Но все-таки чуть-чуть все не то. А был бы хотя бы кроссы от танк мастера. Либо же какие-нибудь черно-синие. Либо же чисто синие. Нет, чисто синие было бы не то. Ну, в общем, 9 из 10. Идем дальше. СВБ Демонт. Давайте посмотрим. Ну, тоже прям такой самый дефолтный сет. Что я могу сказать? 5 из 10. Так, смотрим дальше. Назар с гильдии Ройл Клаб. Ага, тут вообще в тапках. Идем дальше. Канеке. Давайте посмотрим, в чем играет он. Ага, вижу уже мужской сетик. Только не джазовые штаны. Давай, да? Так, ага. Штанишки золотые. Неплохо. Неплохо. Мне нравится. Офигенный сетик. Все шикарно. Смело. 10 из... 10. Так, дальше. 95 секси. Давайте посмотрим, в чем играет он. Тоже прям такой хороший дефолтный сет. Футбольная футболочка. Джазовые штаны. Ну, давайте 5 из 10. Идем дальше. Ник Павлуша. Давайте посмотрим, в... Хо-хо-хо-хо. Ну, тут просто без комментариев. Так, идем дальше. О, в Вальхалла 2. И... Он был в гильдии Олд Склад. Так, мужской сетик. А, ну, уже тапочки. Уже пролистываю. Мне просто... Вот чем интересно, когда люди слушают условия, какой должен быть сет. Мне кажется, нужно вставлять ссылку на видео с правилами. Просто под каждое видео. Мне вот интересно, чем люди слушают, когда я говорю, какой должен быть сет для участия в рубрике. Потому что об этом я говорил уже очень много раз. Но все равно ошибки одни и те же. Так, вот такой вот сетик. Вот такой вот шикарный сет. Что я могу сказать? Неплохо. Не дофолтный. Но... Маска и штаны это один и тот же набор. Поэтому 9 из за 10. Идем дальше. МГ. Инвиктус. Или инвайктус. Тапочки опять. Ну куда? Давайте пока озвучивать... Ага. Ага. О! Кстати. Шикарно. Офигенно. Но одно но. Коричневые штаны. Любые бы сюда черные. Потому что коричневые не подходят. Да. В общем и целом. Великолепное сочетание. Джазовые штаны сюда бы не подошли. Потому что они дефолтные. Есть как минимум 2 пары штанов. Которые появились в игре довольно таки недавно. И они не считаются дефолтными. Поэтому 9 из за 10. Дальше. Мелиодос. Или как то так считается его ник. Не знаю. Ну. Давайте где нибудь 4 из 10. Один из последних участников это Маквей. Давайте посмотрим. Давайте оценим тапочки. Вау. Я разочарован. Что я могу сказать. Из 20 участников было 6 игроков в тапочках. Ну куда это годится. Тут опять же обувь и маска с одного и того же золотого джекпота. Ну кстати. Вот так смотрится неплохо. Можно будет просто поменять обувь. И будет пушечка 9 из за 10. Ну и последний участник это Каддафи. Давайте посмотрим в чем играет он. Ну в принципе мне нужно было на 20 участников набрать. Ну на 20 новых участников набрать. Не набить. А набрать 2 участника для финала. Знаете? Как часто вы встречаете игроков которые играют в плаще Кроноса? Ну я давненько не встречал вообще людей которые играют за него. Возможно вам предыдущие сеты которые были оценены в 9 из 10 понравится больше. Но вот этот татсет он необычный. То есть тут из шмоток в которых люди чаще всего играют. Только маска сайнары. Поэтому мне прям хочется этого человека пропустить в полуфинал. И посмотреть какой сетик будет у него. Поэтому давайте к чему мы ставим оценку 10 из 10. И приветствуем его в полуфинале. Так в полуфинале у нас оказывается 41 участник. Поэтому давайте-ка знаете сделаем что. Было 2 участника. Второй был мужской сет у которого еще торс процветания. Ну там и борода и плюс шляпа. Ну там реально 9 из 10. Вот этот татсет. Да водолазка белая она уже считается дефолтной. Потому что ее много кто выбил. Но все-таки так как это новая шмотка. Мне кажется стоит заделать вот этому сету одно из исключений. И пропустить его в финал. Ну тут как бы все белое золотое. Что сет, что питомец, что оружие. Поэтому его я тоже приветствую в полуфинале. И давайте тогда смотрите. У нас 42 участника в полуфинале. Я обязательно сделаю отдельное видео. Покажу всех тех, кто прошел в полуфинал. Напомню еще раз правила полуфинала. И уже объявлю точную дату. Когда выйдет видео первого и второго полуфинала. Чтобы все участники были к этому готовы. И как-то случайно не поменяли свой сет. Видео с теми, кто пошел в полуфинал. Я как-нибудь красиво назову. Типа полуфиналисты. Там оценки сетов подписчиков. Все такое. Это видео ждите на выходных. Либо суббота, либо воскресенье. А завтра, кстати, будут сеты с золотым джекпотом. Потому что он прям, ну просто пушечка. Это, наверное, один из самых лучших золотых джекпотов за последнее время. И его я еще не выбивал. И я хочу это сделать на видео. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, мне еще подогнали нового персонажа. Не знаю, стоит ли делать на него отдельное видео. Поэтому давайте покажу его вам в этом видео. Не знаю, кто досмотрел до конца. В общем, вот такой вот у нас персонаж. Не знаю, он полезный или не полезный. Но то, что восстановление почти 2 минуты. Хотя сейчас его давайте до фула качнем. Так, так, так. Ну вот осталось как раз 600 тысяч фрагментов. Хочу миллион. Выстановление 90 секунд. Отправляет дрон в сторону ближайшего врага впереди. В пределах 100 метров создает импульсный взрыв в радиусе 5 метров, который уменьшает скорость передвижения на 60. Скорострельность на 35. Длительность 5 секунд. Наносит 25 урона. Ну, не понимаю, зачем он нужен. Но пусть будет. А на этом уже точно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И да пребудет с вами скилл. Субтитры сделал DimaTorzok